Татьяна Николаевна сказала, что у нас 35 лет занимаются. Это что, с детского сада? Значит, вот здесь два бюста великим российским ученым. Илья Ильич Мечников, второй и последний лауреат Нобелевской премии из России в области биологии и медицины. Вот сто с лишним лет наше государство не соизволило иметь лауреат Нобелевской премии в области биологии и медицины. Я думаю, что это не очень заслуженно. И второй, это Александр Александрович Максимов, основатель и первый человек, который описал существование в организме стволовой полипотентной стволовой крояторной клетки, которая легла в основу всей той регенеративной, так называемой сейчас, медицины, когда используются в клетке, в терапии. Так все это заложено было работами нашего российского ученого Александра Александровича Максимова. Вчера я представлен был слайд замечательный, смысл только жалко, что он был последний у автора, который говорил, что ангологам сейчас важнее наука, чем хирургия. И вот это действительно так, потому что то, что сейчас мы говорим среди себя, среди иммунологов, говорим о том, что какие-то клетки так или иначе, а в принципе-то должны сидеть хирурги, химиотерапевты, которые должны это все данные использовать, начинать понять хотя бы, что такое делается в этом плане. Значит, вот это уже слайд всем представлен, и вот Зайра Григорьевна поговорила об этом, потому что вот сейчас очень модное такое редактирование опухоли. Вот она выглядит вот по-всякому. Ой, что-то, по-моему, это не вот. Уважаемые коллеги, мы можем устроить дискуссию. Я видела, что еще были вопросы к Татьяне Николаевне. Татьяна Николаевна, будьте добры. Я хотела задать вопрос. Вы сказали в своем докладе, что инфильтрация опухоли не зависит от нозологической формы опухоли. А зависит ли инфильтрация опухоли от стадии заболевания? Проводили ли вы такую работу? У нас, ну, правда, в рамках, допустим, самого большого клинического материала, который связан с исследованиями при раке молочной железы, это первично-операбельные больные. И там диапазон очень варьирует. Если первично-операбельные, то это значит где-то там первая, вторая, B стадия. Ну, приблизительно так. Диапазон варьирует от менее процента, от 0,2, от 0,1 до 30. Точно так же это происходит и при других, более продвинутых стадиях. То есть на третьей-четвертой стадии не меняется уровень? Третью-четвертую стадию мы видели, но это был не рак молочной железы, это был рак яичников, были такие наблюдения. Но при раке яичников есть еще там особенности, поэтому мы параллельную группу теперь исследуем, просто биопсийный материал нормальной ткани яичника. И там есть свои нюансы, но вот при те небольшие группы больных, которые у нас попадались с диагнозом рак яичника, там от стадии, в основном третьей-четвертой стадии, и мы сталкивались с более низким уровнем инфильтрации. Биопсийного материала хватает для проведения проточной цитометрии? Хватает, да. Поэтому и панель такая, она, как я уже говорю, минимизирована максимально, но постарались максимально информативно, именно для работы с малыми образцами ткани, забор которых осуществляется корбиопсией. Спасибо. Схема этого редактирования, ее степень, эллиминации, равновесие и эскейп. Но все-таки вопрос, почему растут опухоли? Вернее, почему они вырастают до клинических размеров, и где иммунные системы тогда? Потенциально опухоли возникают в антогенезе огромное количество, вырастают до реальной опухоли одна. 30 лет назад я писал статью о том, что опухоли нужны организму, так же, как микроорганизмы. Это источник многих и многих биологически активных веществ, которые просто нужны организму. Без этих, по-видимому, веществ организм не может быть. И он и контролирует рост опухоли. И вырастает только тогда уже, до клинических таких размеров опухоли. Их миллионы у нас возникают. Были такие работы, когда погибших в катастрофах людей послойно, один в атонатом делал срезы, он находил там тысячи опухолей, микроопухолей. И, по-видимому, все-таки эта иммунная система активно следит за каждой клеткой и убивает только тогда, когда она вырастает до определенных размеров. Поэтому вот это вот доэлиминации, по-видимому, есть стадия стимуляции опухолевого роста. И только вот когда не срабатывает, повторяю, иммунная система, тогда вот пошла дальше эта... Потому что вот так думаю, представьте, что вот иллюминация и опухоль уже есть, а потом она сразу, вот иммунные циты ее убивают, как-то вот трудно себе представить, что должна быть предыдущая стяга, которая стимулирует рост опухоли. Значит, какие клетки участвуют в подавлении иммунного ответа? Иммунокомпетентные клетки, регуляторные клетки, Б-клетки, макрофагия, дендритные клетки, НКТ-клетки. Неиммунокомпетентные, формально так скажем, клетки, это мезохимальные, строловые, это клетки с упрессорами иллоидного происхождения, причем два их вида. Стромальные и фибробласты оказывают иммуносупрессивное действие, эндотелиальные клетки, адипоциты оказывают, гранулоциты, и в свое время это было зафиксировано последнее открытие в Советском Союзе из нашего института, когда мы доказали, что эритроидные клетки, эритробласты обладают мощным иммуносупрессивным эффектом. Т-супрессоры. Вот подсчитано, так сказать, сколько их, вот с различных субпопуляций, их больше десяти, и все они так или иначе оказывают иммуносупрессивное действие. Мы обращаем внимание только на три из них, CD4, CD20+, ТРГ1, ТХЛП3, а остальные, ну CD8, вот минус CD28, минус, тоже как-то сейчас обращают внимание, а остальные, в общем-то, так сказать, недостаточно, их обращают внимание на тем же опухолевом росте. Вот все эти Т-лимфоциты так или иначе продуцируют, кто больше, кто меньше, вот эти факторы, ТГФ-бета, интерлекин-10, простаглодин и индолиамин-2,3-деоксигеназа. Я под ней потом скажу. В-супрессор, то же самое, есть фенотип B-клеток, который обладает иммуносупрессивным свойством, синтезирует в основном за счет продукции иммуносупрессивного такого фактора, как интерлекин-10. И в канцерогенезе участвуют B-клетки, подавляют способность CD8, секретируют гамма-интерферон и так далее, и так далее. То есть, таким достаточно мощный иммуносупрессивный фактор, который работает при канцерогенезе. И самое то, что они делают, это вот индуцирует накопление другой субпопуляции мощной, ТРЭГов, макрофаги. Он уже говорил, что их два в основном, третью уже популяцию находят. Но, по крайней мере, два макрофаги точно совершенно связаны с супрессивной активностью при опухолевом росте. Они накапливаются и в опухоли, оказывают супрессивное действие, продуцируют целый ряд факторов. Опять же, в первую очередь, это простагландины, интерлекин, тот же 10-й и так далее. ТГФ-бета. И вот то же самое. Опять обращаю внимание, что вот эти четыре основных иммуносупрессивных фактора, которые продуцируют макрофаги. Дендритные клетки. Уже сами по себе они обеспечивают стабильное существование ТРЭГа внутри опухоли и стимулируют их супрессорную активность. Идет дендритные клетки. Макрофаги, продуцируют интерлекин-10, способствуют накоплению дендритных клеток с иммунодепрессивными свойствами. Все это происходит внутри опухоли при враче. Сами созревающие дендритные клетки могут индуцировать накопление ТРЭГа, продуцирующих интерлекин-10 и так далее. Это мощное иммуносупрессивное воздействие. Тут показано, как это все делается. И дендритные клетки синтезируют ИДО-фермент. Позднее скажу его роль. Мощная молекула, которая сейчас ей предоставляется возможность стать во главе угла всех иммуносупрессивных механизмов. Межсхемальные стволовые клетки. Казалось бы, межсхемальные стволовые клетки кстати, тоже впервые описал российский ученый Александр Яковлевич Фриденштейн, которые сейчас тоже, так сказать, легли в основу второй клетки после полипатента в основу регенеративной этой самой медицины. На основе используют как в лечебных воздействиях при различных патологиях. Но что оказалось? Что межсхемальные клетки обладают иммуносупрессивным эффектом. В норме они находятся в костном мозге. Интактные межсхемальные клетки не обладают иммуносупрессивным воздействием. Как только начинается процесс воспаления, начинается синтез гамма-интерферона, он индуцирует супрессорную активность межсхемальных клеток, что сейчас используется в клинике, когда мы используем межсхемальные клетки в клинике для подавления реакции трансплантат против хозяина. Не только мы, это во всем мире. Ну и опять же вот эти молекулы, ТГФ-Беттен, 10-е, ПГЕ, ИДО, ну и тут еще несколько дополнений, которые синтезируют межсхемальные клетки, когда они становятся иммуносупрессивными. Вот здесь пока действуют все практически макрофаги, вот дендритные клетки, вот межсхемальные, они действуют на многие-многие иммунные механизмы, подавляя которых они вот обеспечивают рост опухоли. Вот они, так сказать, индуцируют супрессионную активность в макрофагах и так далее. На дендритные клетки все тоже стимулируют. Вот опять же вот эти четыре фактора я все время буду говорить по тому, что это очень, так сказать, важная сейчас. Клетки супрессорами иллоидного происхождения. В принципе, это клетки, стадия дифференцировки клеток гранулоцитарного и макрофагального ряда. Это как бы предшественники гранулоцитов и макрофагов и вот их два вида этих супрессорных клеток гранулоцитарный, супрессорный и макрофагальный супрессорный. То же самое вот механизмы у них аргеназы они синтезируют, которые расщепляют аргинин, ТГФБ, тентроликин 10 и так далее. То есть все опять те же самые основные иммуносупрессорные молекулы. Ну вот здесь показано, как это все происходит. Макрофаг действует клетки супрессорные иритроидные происхождения, те начинают макрофаг стимулировать продукцию тех же самых ПГЕ и так далее. Клетки супрессорные иритроидные происхождения, вот то, что мы показали, это впервые было установлено наличие этих клеток, показан гуморальный механизм реализации супрессорной функции и выявлено возможное прикладное значение супрессоров. Они обладают цитотоксическим свойством, как оказалось, и в основании целого ряда опухолей. Ну, НКТ клетки, было уже много сказано о том, что действительно они как участвуют в эффектной фазе иммунного ответа, так и они участвуют в подавлении функций эффекторных клеток иммунной системы. Значит, вот обладают стромальные клетки элементы различных органов, антитериальные клетки, стромальные фибровластные печени, клетки стромы легких, то есть масса-масса клеток неиммунокомпетентных обладает способностью подавлять клетки эффектора иммунной системы. Ну, здесь вот, так сказать, указаны какие-то клеточные механизмы это развитие регуляторных клеток, накопление супрессных клеток, участие макрофагов, дендритных и так далее. И молекулярные механизмы это инжеликен-10, ТГФБ, ТПГЕ-2 и аргеназа-1 добавлю. Активно самое, так сказать, страшное, что ли, как сказать, в этом плане в человеческом понимании, что эти все клетки активно взаимодействуют друг с другом. Мы вот стремимся убрать, скажем, Т-реги, пользуются, но эффект получается. Но, по-видимому, окончательный эффект от этого никогда не будет достигна, потому что супрессорная активность продолжает те же клетки милоидного происхождения, те же макрофаги, они, так сказать, продолжают свою супрессорную активность. И более того, в течение те же самые клетки милоидного супрессорного будет стимулировать рост Т-регов. То есть, идет активное взаимодействие между всеми этими основными супрессорными популяциями. И, конечно, клетки супрессорного милоидного происхождения индуцируют накопление макрофагов фенотипа как раз М2 супрессорного в опухоли. Б-регураторные клетки индуцируют накопление макрофагов также самое фенотипа 2 за счет продукции интелликин-10 и так далее. Идет активное, еще раз повторяю, активное общение друг с другом в позитивном плане для них, общение друг с другом этих самых всех супрессорных популяций. Макрофаги индуцируют клетки супрессора милоидного происхождения механизмы с помощью которых и так далее. Еще раз думать о том, что, в принципе, конечно, мы одними воздействиями на одну супрессорную популяцию вряд ли справимся с опухолевым процессом. Тем более, что опухолевые сами по себе синтезируют целый ряд веществ иммуносупрессивных и индуцирующих клетки супрессора. Это тот же самый интелликин-10, ТГФ-бета, ИДО, циклооксигеназу-2 и так далее, которые и индуцируют Т-супрессоры и подавляют клетки эффектора иммунной системы. Здесь просто показано, какие клетки синтезируют интеркин-10. Многие-многие клетки его синтезируют. ИДО, ИПГЕ-2, макрофаги дендритные клетки, клетки супресса, фибробласты и так далее. Что такое эндолиамин-2, 3-дэоксигеназа, который сейчас уделяется громадное значение и ролью в подавлении вообще иммунной системы, не только противопухоли, при воспалениях и так далее. Это фермент, который расщепляет трептофан. Он находится на мембране клеток и окружающей в среде. Он расщепляет трептофан до кенуренина и далее. Само по себе изменение уровня трептофана уже является мощным иммунодепрессивным фактором. Само по себе. А там целый ряд, вот здесь показан метаболизм трептофана, и вот целый ряд этих метаболитов обладает мощнейшим иммунодепрессивным эффектом. Индуцирует в основном и до это гамма-интерферон. Любое повышение гамма-интерферона в организме будет связано с повышением экспрессии этого самого фермента и с последующим формированием снижения уровня трептофана. Есть такое выражение трептофановый голод и появление вот этих метаболитов трептофана, обладающих иммуносупрессивным эффектом. Есть ингибиторы и до пока в клинике нет, но потенциально один из мощнейших ингибиторов это один метилтрептофан, но пока он только идет как в эксперименте. Циклооксиназа простагландин. Вот где-то вам давали в этом журнале такую там нашел маленькую статью, что американцы говорят о том, что надо аспирин использовать не только для профилактики рака прямой кишки. Давно это известно, лет 20-30 назад было описано, что если люди, которые принимали постоянно аспирин, у них там в три раза был реже рак прямой кишки. Ну и потом раскопали в чем там механизм. Действительно простагландин становится в прямой кишке, окисляется и становится сам канцерогенным и участвует в индукции опухолей прямой кишки. И сейчас предлагается, я несколько лет назад англичане говорили об этом, сейчас вот американцы, что по-видимому следует применять аспирин не в качестве профилактики, а для лечения уже возникшего рака. И более того, что по-видимому все-таки это стоит обращать внимание, что это мощный иммуносупрессивный фактор простагландин. Вот их два, циклооксиназа-2 и ЕДО, они которые отвечают мощнейшим образом за иммуносупрессию, потому что в принципе все эффекторные клетки подвергаются этому супрессивному влиянию вот этих двух трептофановых голод и простагландин Е2 особенно, это вот два таких мощных иммуносупрессивных фактора. тут написано о том, что ПГЕ действует на все, снижает функцию макрофага, цитоксическую и презентирующую функцию макрофага, дыритные клетки и так далее. Цитоксические т-лимфоциты дают, все дают простагландин, то, что участвует в нормальном иммунном ответе. И опухоли, и клетки сами синтезируют простагландин, опять же, еще дают дополнительный фактор иммуносупрессивный. И более того, что простагландин для ряда опухолей является ростовым фактором. То есть, они сами себя поддерживают и так далее. Значит, какие вот методы иммунотерапии есть сейчас? Ну, здесь вот обозначены вакцины, о них будут говорить подробно, больше, как было сказано, онколитические вирусы, адаптивная клеточная терапия, это иммунокомпетентные клетки, эффекторы, антитела против опухолевых антигенов, против факторов способствующих росту опухолей и так далее. И блокада, блокпоста, чекпоинт, как сейчас так модное выражение, значит, я скажу несколько, но и смешанная комбинированная иммунотерапия. Значит, какие модели, молекулы в качестве чекпоинта выступают, которым сейчас полна литература и, по-видимому, это действительно заслуживает внимания. Прежде всего, опять же, то же самое и до. Я говорил о том, что она находится, этот фермент находится на мембране макрофагов, скажем, клеток-супрессоров, миелоидного происхождения, и против него организм начинает вырабатывать токсические гетолимфоциты. Это по типу антиидиотипа, за что Ерна в свое время получил Нобелевскую премию за эту теорию. По-видимому, это здесь то же самое. Когда в организме чего-то, так сказать, мало, иммунная система на это не реагирует. Как что-то становится его родной, вот этот самый фермент, ну, казалось, это его родной. Вот его становится, когда много, так же, как вот идиотип, иммунная система начинает против него реагировать. И уже находят в организме описаны ферменты, лимфоциты, которые обладают токсическим свойством клеткам, экспрессирующим на своей поверхности едой. В том числе опухолевые клетки экспрессируют это, и в том числе дендритные, скажем, клетки, которые экспрессируют это едой, обладают иммуносупрессивным эффектом, значит, организм начинает работать против них. И планируется, и вот у нас в институте мы планируем уже получать эту популяцию, антицитоксическую популяцию против этих клеток для того, чтобы воздействовать на иммуносупрессивные эффекты. Тут показано, как это все получается. Это стандарты. Получается, выделяются клетки, в организме инвитро размножаются, получаются антитоксические лимфоциты и вводятся в организм с целью убить вот эти клетки. И, значит, показано, что применение вот этой вакцины обусловлено снижение количества ТРГов и увеличение продукции цитокинов. То же самое, вот, не найдены цитоксические лимфоциты против циклооксигеназа, но вводили пептиды из этого фермента циклооксигеназа, получали антитела, которые начинали работать против этого фермента, который, так сказать, вот обладали, я говорил, что мощным иммуносупрессивным эффектом. А, видимо, надо поискать, наверное, все-таки возможно, мы найдем эти цитоксические лимфоциты. Вот факторы транскрипции FOX-NL3, FOX-P3, которые характеризуют супрессорные клетки, то же самое, вот, против них обнаружены в организме существование цитоксических лимфоцитов. То есть организм, опять же, когда очень резко возрастает супрессорная активность этих клеток, резко возрастает количество этих клеток. FOX-NL3, скажем, он метаболизируется в клетке и выбрасывается наружу, и на этом основании начинает работать выработка цитоксических лимфоцитов против Т-супрессоров уже конкретно. То же самое на этом будет построено получение просто активно лимфоцитов, обладающих этой цитоксичностью против Т-рагов. Ну, здесь вот как раз это показано, как это все делается и какой будет эффект. Значит, следующий мишень, цикпоинт, вот этот антиген, который сидит на Т-рагах, на многих клетках, но и на Т-рагах в частности, и, значит, опять же, показано о том, что против него работают и выработаны тела, которые используются сейчас в онкологиях, в онкоиммунологии. Но вот против него нет пока цитотоксических лимфоцитов, непонятно вот почему, но не описаны. Но вот они описаны против другого фактора, который также характеризует супрессорную активность Т-рагов, педиван или его леганды, и против них тоже обнаружены лимфоциты в организме, существует естественное регуляторное действие, когда тоже при наличии большого их уровня в организме, и организм начинает против них вырабатывать цитотоксические лимфоциты. То есть это тоже самый подход к тому, чтобы получить эти лимфоциты в условиях инвитера в достаточном количестве, ввести назад с целью подавить активность Т-рагов. Конечно, использование какого-то одного антитела, я говорил, в отношении какой-то одной субпавляции, или, скажем, отношение анти-CTL-4, который пользуется эффекты есть, но, скорее всего, нужны комбинированные использования всех этих возможностей. Это уже показано, что, когда вместе антитела употребляли против CTL и против Педиванг, то эффект был гораздо выше, мощнее стимулирующей иммунную систему, чем при использовании какого-либо антитела одного. Но есть вещества, которые на экспрессию влияют. Есть респиратрол, такой, так сказать, был модный, это самое, это выделено из красного вина, и академик Чазов говорил, что самое больше анти атеросклеротическое вещество, воздействие это по бокалу красного вина каждый день. В конце концов, из него выделили из красного вина респиратрол, описали его достаточно много, и действительно он обладает антисупрессорным эффектом во многих стадиях. Еще другое сейчас очень модное вещество, это куркумин, который выделили из него активные субстанции, описано уже то, что он влияет на экспрессию генов, и так далее, и так далее, и тоже обладает таким антисупрессорным активом в отношении опухолевого роста, и давит и опухолевые клетки сам, и стимулирует эффекторные клетки иммунной системы. Они уже есть вещества в продаже, и в Европе этот куркумин продается, и у нас тоже сейчас получен, вышел, выходит в аптеке. Ну и аспирин, то, что я говорил, что аспирин все-таки это, наверное, самое мощное такое лекарственное препараты, которое уже больше века работает, спас я не знаю сколько жизней противовоспалительный препарат. Конечно, его надо совмещать со всеми противоопухолями воздействия, потому что он подавляет вот эту самую молекулу ПГЕ, которая обладает мощным иммуносупрессивным эффектом. И он сам по себе даже обладает еще тут схемой показана, что ингибирует ИИДО. Последний. Ну, вероятно, онкологи используют инженерный подход к терапии и ремонтировать аппарат весь в целом, а не отдельные его блоки. И следует разорватывать сеть иммуномодулирующих коктейлей различного состава для полной реабилитации функций именно функций иммунной системы, которые обеспечивают безопухоли существование организма. Время на вопросы у нас не осталось. Будет дискуссия в конце нашего заседания. Спасибо. Спасибо.